По Рязани сложилась такая очень интересная ситуация, когда где-то примерно в 2011 году были выделены огромные деньги, порядка 5 миллиардов рублей на строительство жилья для военнослужащих. Строительство ведется активно, с 2012-2013 года выделяются квартиры. Построено достаточное количество квартир, чтобы в принципе обеспечить всех военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, вот этим жильем. То есть, вот здесь, это первая наша ступенька, то есть, вроде бы все нормально. Да, все нормально, да, абсолютно. То есть, в принципе, этим людям волноваться не о чем. Как бы государство о них позаботилось, выделало вот это количество этих денег. Квартиры либо построены, либо сейчас находятся в активной стадии строительства, будут выделяться. Но, как бы мы смотрим статистику по количеству судебных дел, она открытая, каждый может зайти на сайт и военного суда, и районных судов города Рязани. По сравнению с 2011 годом идет 10-кратный, 20-кратный рост количества судебных дел военнослужащих, которые обжалуют неправомерные действия в жилищных органах, связанных с отказом в предоставлении жилья. И причины абсолютно разные, потому что жизнь наша абсолютно у всех разной ситуации. Как вы считаете, ваше мнение, существует ли здесь определенное, может быть, психологическое, а может быть, и административное давление на людей, которые работают в этих жилищных организациях? Создает огромное ведомство, администерство обороны сейчас. Не создается ли такого впечатления? Почему они так поступают? Ну, это мое абсолютно личное мнение. Все-таки давление, конечно, этой системы, оно существует, и всегда есть перестраховка. И у военного суда, конечно, который тоже находится вот в этой вертикали, под спудном, он понимает, что он в системе Минобороны. Он как бы чувствует, и чиновник, который сидит, он чувствует, что лучше перестраховаться, лучше я откажу, лучше меня поправит военный суд или районный суд, чем я отдам эту квартиру. В пользу закона, но не в пользу ведомства. Абсолютно точно здесь ведомственные интересы преобладают. Абсолютно.